Здравствуйте! В этом видео уроке я расскажу как делать простой быстрый монтаж для YouTube в программе Sony Vegas 13 Pro. Открываем файл наш. Перед тем как делать видеомонтаж, необходимо полностью посмотреть видео, чтобы понимать с чем имеем дело. Вот видео просмотрено. И теперь приступаем к монтажу. Начнем с того, что подрегулируем само видео. Настроим резкость и чуть-чуть подправим цвет. Выбираем Color Balance. Чуть-чуть желтого добавить для того, чтобы смягчить. И было не такое жесткое, потому что очень белое изображение и немножко желтого добавляет мягкости. Как бы солнце. Спецэффекты можно добавить и раскрасить видео двумя способами. На самом видео нажал на вот этот знак и на целую видеодорожку. Точно такой же значок, только вот на всю видеодорожку. Это необходимо, если добавили несколько разных файлов и необходимо один спецэффект нести сразу же на все видео, которые находятся на этой видеодорожке. Точно такой же знак есть и у аудио. И здесь уже плагины для работы именно с аудиодорожкой. Теперь смотрим самое начало. Походу смотрим, все ли нормально с цветом и с контрастностью, резкостью и начинаем обрезать. Само начало. Вот долгое вступление получилось. Секунда и пять кадров отображается в нижнем правом углу на монтажной панели. Передвигаем как можно ближе к звуковым пикам. Их можно растянуть, чтобы было лучше видно. Так, видно, переборщил. И нажимаем кнопку Dell на клавиатуре. Теперь слушаем, что у нас получилось. Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Сергей Гартингер. И мой идентификационный код 304-202-22-95. Сегодня я продолжу вам рассказывать о инвестиционной авантюре, которая называется недвижимость. И расскажу вам о том, как я фактически... ...недвижимость. И расскажу вам о том... Слышен вздох. Ну, можно удалить. Попробуем удалить полностью. И теперь склеим эти видео. Два, которые образовались после подрезки. Движимость. И расскажу вам о том, как я фактически проиграл торги. Отлично. Движимость. И расскажу вам о том, как я фактически проиграл... Так же... ...в свойствах видео... ...пропертиз... ...выставляем обязательно... ...дизабл-ресэмпл. Пока еще не порезано видео. Иначе это придется делать в каждом отдельном случае. Это для того, чтобы видео было более резко. И не знаю, почему... ...вегас так делает, но он ухудшает этим параметром по умолчанию само видео. Итак, вот большая пауза. Ее визуально видно. И сразу можно к ней переходить. Ничего не происходит интересного. Удаляем смело. Теперь слушаем. Не потерялся лист. ...проиграл торги. Дело в том, что самые главные торги... ...самое главное... Отлично. Следующая пауза на удаление. Простите. Не только пауза, но и вздох. Еще таким образом видео ускоряется. И более живо и интересно смотреть. Дело в том, что самые главные торги... Самая главная активность... Так, можно удалять... Активность по этим торгам... Перед началом слова желательно... ...хотя бы кадр или два оставить, чтобы не было резких переходов. Подставляем и тут же прослушиваем, что у нас получилось. И самая главная активность по этим торгам... Отлично. И самая главная активность по этим торгам было именно в последние часы аукциона. В принципе, как это очень часто бывает. И фактически цена торгов выросла примерно на 20... Та же самая ситуация. Бесполезная информация. Удалили, прослушиваем. Именно последние часы аукциона... Именно последние... Резко получилось. Но лучше, чем было. Именно последние часы аукциона. В принципе, как это очень часто... В принципе, как это очень часто бывает. И фактически... Бесполезная информация. Удаляем. Часто бывает. Фактически цена торгов выросла примерно на 25%. Или часто бывает. Не забываем постоянно сохраняться. Ситуация бывает разная. Или в денежном... Или... Точно так же выделяем и нажимаем кнопку «Дел». Сдвинули. Прослушиваем. Примерно на 25%. Или в денежном эквиваленте... Например... Нормально. Вот какая-то пауза. Прослушаем ее. ...тысяч гривен. Я поставил свою максимальную цену, на которую я рассчитывал. Это 181... Здесь небольшая пауза, поэтому можно не удалять. 40 тысяч гривен. Я поставил... Хотя нет, что-то происходит. Вздох. Вздох удалить можно несколькими способами. Способ первый. Это нажать кнопку «В» на клавиатуре. Выделяем видео. Нажимаем кнопку «В». У нас получается кривая. Можем установить точки, до которых не меняется значение. И после которых точно так же. И... Новое значение выставить. Можно повысить звук. Можно уменьшить. Таким образом у нас здесь получается образуется тишина. Примерно в 40 тысяч гривен. Я поставил свой... Примерно в 40 тысяч гривен. Я поставил... Ну, слышно, но уже не так это критично. Это способ... Первый. Можно убрать. Точно так же нажать кнопку «В». Второй способ это... Просто вырезать его. Нажимаем «Ю» на клавиатуре. С помощью кнопки «Ю» мы отделили звуковую дорожку от видео. Теперь они не сгруппированы. Нажимаем «Дел». Удаляем звук. Видите, изображение в этот раз не удалилось. Теперь с помощью «Контрол». Зажимаем «Контрол», выделяем видео и нажимаем снова «Ю». Теперь получается мы можем двигать... Теперь выделяем звук до подрезки, звук после подрезки, видео и нажимаем «Контрол». «Контрол». Таким образом мы обрезали тишину, в которой слышен еще и вздох. Хотя сам тайминг видео не нарушился. Я поставил свою максимальную цену, на которую я рассчитывал. Это 181 цену и на 181 тысячу гривен. Повтор. Неудачный момент. 181 цену и на 181 тысячу... Можно попробовать вырезать. Находим... Находим... Самый лишний звук... Сами лишние слова. 51 цену и на... Это уже, по-моему, нормально. 181... 181 тысячу гривен. Да. Отлично. Это нормальный звук. 181 цену и на... Это 181 цену и на... Это 181 цену и на... Похоже, вот этот был неудачный дубль. Удаляем, сближаем. И теперь прослушиваем. Я рассчитывал, это 181 тысячу гривен. И на этом я остановился. И победил участник номер 9. Вы, в принципе, здесь можете это увидеть. Я надеюсь, вам хорошо видно. Вот сейчас видно, что пики выросли. То есть, сам Сергей, который видел, он, получается, приблизился к микрофону и громкость возросла. Да, и качество звука тоже. Мы постараемся это позже, чуть-чуть после монтажа, выделить этот громкий момент. Его сделать тише на небольшую часть. А остальной звук повысить, повысить громкое звучание, дабы выровнять этот момент. Теперь же слушаем, что происходит дальше. Вы, в принципе, здесь можете это увидеть. Я надеюсь, вам хорошо. Я надеюсь, вам... Я надеюсь... Это паразитный звук. Что-то двигает по столу. Смело удаляем эту ерунду. Еще раз прослушаем, но чуть раньше начнем. И на этом я остановился. И на этом... Та же самая проблема. Вздох. Тысячу гривен. И на этом я остановился. Отлично. Тысячу гривен. И на этом я остановился. И победил участник номер 9. Вы, в принципе, здесь можете это увидеть. Я надеюсь, вам хорошо видно. Вот виден какой-то пик. Шум. Также не просто прослушиваем этот звук, а одновременно смотрим в экран. Что в этот момент происходит? Есть ли там необходимая информация или... Можно удалить. Ничего интересного. Можно удалить. Что видно? Победил участник. Резкий переход. Что видно? Победил участник. Ну, так же сама программа еще подтормаживает. Поэтому надо прослушать несколько раз. Что видно? Победил участник номер... Если у вас более мощный компьютер, чем у меня, скорее всего, таких проблем не будет. 9 с ценой в 202 тысячи гривен. Вот эту паузу оставляем. А здесь слышен вдох. И удаляем вместе с видео. Таким образом, вот этот промежуток мы сократим практически вдвое. Эта пауза остается. Это удаляется. Вот. Не захватил видео. Видео теперь надо отдельно удалить. Все. Прослушиваем обязательно. 9 с ценой в 202 тысячи гривен. Как видите, я... Слышно вздох. В небольших промежутках необходимо увеличивать, чтобы было прям видно отдельные кадры на панели видео. Тогда более плавный получается выбор кадров более плавный, более точный. Выделяем, 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 соединяем, прослушаем дальше. Гривен. Как видите, я... Гривен. Как видите... Нормально. Гривен. Как видите, я свою максимальную цену, это участник номер 5, поставил в 180... Показалось, что как бы что-то охватает в этот момент. Может показалось, но все равно можно удалить. Ставил в 181 тысячу гривен. Вот на этом и закончилась моя небольшая эпопея. А дальше будет... Очень поразительный звук, очень часто. Его можно слышать у людей. Не несет никакой полезной информации. Удаляем. Эпопея, а дальше будет... Отлично. Эпопея, а дальше... Не люблю я делать подрезку в тот момент, когда перемещается объект в кадре. Получается очень резко. Ну, попробуем. По крайней мере. На этом и закончилась моя... На этом и закончилась... Ну, звук более-менее. Изображение, конечно, картинка подтормаживает. На этом и закончилась моя небольшая эпопея. А дальше будет что? Дальше мы дождемся, когда этот участник, который победил, он оплатит цену квартиры. Снова вздох. Удаляем. Какой-то непонятный звук. Прослушаем. Цену квартиры... Цену... Цену квартиры... Цену... Мне не нравится, как цену повторяется. Ну, вроде смысл сохраняется. Он оплатит цену квартиры, цену ту, которую он сам предложил. И после этого всем участникам, которые участвовали, вернется... Так, слышен снова вздох. Вернется... Ну, здесь лучше удалим. Все равно наш Сергей не двигается сейчас в кадре. И это будет нормально смотреться. Цену квартиры... Вернется первый взнос. Как я уже говорил... Очень большая пауза. По-любому удаляем. Как я уже говорил... Как я уже... Первый взнос. Как я уже говорил... Как я уже говорил, это будет... Первый взнос. Как я уже говорил, это будет... Внутри слов... А звуки удара я не люблю удалять. Получается очень грубо и резко. Фактически мы... Как я уже говорил, это будет... Фактически мы потеряем 2% или 160 гривен. Значит, мы встретимся с нашим инвестором, попьем кофе, скажем, что в принципе идея была хорошая и мы потерпели поражение. Но в денежном эквиваленте оно, конечно же, не большое по сравнению с теми доходами, которые были. А сейчас нам просто и банально осталось ждать. С вами был Сергей Гартингер. Учитесь зарабатывать деньги, ищите свои инвестиционные стратегии. Побеждайте. Иногда проигрывайте, но... Умейте достойно проиграть. До встречи на моем канале. Тут уже таких страшных звука нету, как в начале. Разогрелся под конец видео. Но вот эта пауза мне и не понравилась. Слышен и вздох, и еще здесь паразитные всякие звуки. Удаляем. Свои инвестиционные стратегии. Побеждайте. Иногда проигрывайте, но умейте достойно проиграть. До встречи на моем канале. Отлично. Финальное видео у нас получилось. Минута 50 секунд. А до этого оно было больше 2 минут. Есть информация. 2 минуты 16 секунд. То есть мы удалили 26 секунд. Какую-то, грубо говоря, пятую и четвертую часть. В принципе, видео можно уже рендерить. Но мы еще быстренько нарисуем титры. То есть не совсем титры, мы сделаем обложку для YouTube-канала. Как это делается? Подбираем какой-то интересный, веселый кадр. А то в самом начале так ничего. Добавляем еще одну видео-торушку. Добавляем текстовые медиафайлы. Пишем название. Какое же название? Покуп квартиры. Это уже третье видео с этой серии. Попробуем назвать часть 3. Уменьшаем текст, чтобы он помещался. Мы его видели. Ставим пробел. Тут не было пробела квартиры на одним словом. Покупка квартиры выделяем жирным. Ну, шрифт можно любой. В общем, пока на таком останавливаемся. Видно две буквы. Это стандартная ошибка у Vegas. Убирается пробелом. Еще надо покрупнее для обложки. Выравниваем. Так, выравниваем. Здесь не забываем ставиться таймер YouTube, который показывает длительность видео. и стараемся здесь не размещать никакой полезной информации. Здесь все. Мы закрываем. И снова этот же текстовый медиафайл нажимаем Pan и Crop. Здесь нажимаем Position Mask. Выбираем. И добавляем маску. Так, пока еще маски не видно, потому что в предыдущей части я забыл выбрать один пункт. Ну, ничего. Закрываем. Снова возвращаемся в текст. Выбираем Advanced и добавляем темного. Ну, и как видно, это по той маске, которую только что я подобрал. Можно, в принципе, любой цвет фона добавить. Для того, чтобы текст лучше читался. Ну, и желательно это делать полупрозрачным, для того, чтобы не терять информацию этого кадра. Здесь все еще видно руки, одежду. Я люблю делать немножко красный, темный и полупрозрачный. Также сам кадр я делаю размытым. для того, чтобы не акцентировать на него внимание, а акцентировать на текст. Да и стильно так получается. Выбираем Defocus. Обязательно кнопку ADD. Уменьшаем. Параметры здесь по вкусу. Как вам будет нравиться. Готово. Можно еще добавить тени на текст. Выбираем Shadow. Галочку ставим. Мои любимые значения это уменьшаем на 10. То есть я просто перед двойкой ставлю 0 и где-то наполовину вот это значение. Где-то на 0,2 приблизительно. Получается аккуратная тень. Размытая аккуратная тень. Ее может быть сразу не видно, но очень контрастная получается надпись по сравнению с фоном. Вот и все. Нажимаем здесь символ дискеты сохранить скриншот. Сохраняем скриншот. Я просто перезаписываю старые файлы чтобы не удалять пачками. Открываем браузер. Нет, рано я его открыл. Закрываем браузер и нажимаем на рендеринг. Все, теперь я останавливаю запись видео, чтобы ничего не мешало рендерингу. Итак, наше видео уже отрендерилось, оно готово. Кстати, я по привычке выделяю все видео, которое необходимо отрендерить, чтобы не попало чего-то лишнего. Бывает просто в процессе работы какой-то кусочек выделили, вот его и отрендерят. Поэтому я выделяю все. Это уже вошло в привычку. Тем не менее, если здесь будут дальше еще какие-то видео и аудио файлы, если они не попадут в выделение, они не будут отрендерены. Имейте это ввиду. Итак, когда видео уже отрендерило, мы нажимаем открыть папку, вот наше видео, и его перетаскиваем в YouTube. В самом YouTube в браузере нажимаем добавить видео и просто перетаскиваем. Перетаскиваем из проводника. Как видите, видео я назвал и это же название уже есть здесь. Конечно, можно подредактировать. Здесь выбираем плейлисты. Готово. Теги это можно убрать. все. сейчас я скопирую вот эту ссылку. Под этой ссылкой будет видео. И добавлю его во вторую часть. а со второй части возьму ссылку и добавлю в это наше видео. Это первая часть. Это вторая часть. Заходим во вторую часть. Тут же ставим сами себе лайк. Это я в аккаунт Сергея вошел. Предыдущее видео по теме. Вот уже есть. мы добавим пункт следующее видео. копируем вот эту ссылку. здесь нажимаем сохранить. ну еще я это слово сочетание скопирую. краткое писание. И краткое описание. редактирование. редактированием дальше займется Сергей. Расставит все запятые моё дело здесь уже закончено. Добавляем значок наш редактирование. видео. Название видео. 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 Video. Думаю, неплохо будет здесь добавить часть 2. Теперь заходим в мой канал и смотрим. Картинка еще не появилась. Появится после обработки. Хотя вот в миниатюре есть. Видимо еще не добавился более высокий размер. В более высоком разрешении. И в принципе здесь вот можно сразу видеть, что все предыдущие превью сделаны по такому же принципу. Сразу в видеоредакторе. То есть не выходя. Делайте и видео и превьюшку в нем же. Здесь все. Это закрываем. И здесь я хочу добавить, что делается сразу кадр необходимый для YouTube. То есть он в соотношении сторон 16 к 9 и в разрешении вашего видеопроекта. Который здесь 1220 на 1080. Но тем не менее, рендерил видео я в 1280 на 720p. Поскольку в этом же разрешении снимала передняя камера телефона. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Смотрите продолжение в следующей серии.